Привет! Новый влог! Наконец-то радуюсь даже больше, чем вы, наверное. Ну что, встретились мы с подружкой, выпили шампанское, были у нас бутерброды с икрой, миндии, посидели у неё дома, ну и сходили, погуляли на улочку с детками, потому что я с Максимкой приезжала, её двое деток были, ну и ещё соседский с нами тоже потусовался. Погуляли мы, конечно, отменно, очень мне понравилось, почаще бы так, и как раз погода позволяла, настроение было наишикарнейшее, ну что ещё надо для подружек? Ну и покажу немножечко фото в этот день. Это я и Ира сидим в прилугах, пьём шампанское, около монастыря мужского я, ну и опять же в прилугах, около мужского монастыря. Ну и у дома ещё Иры тоже были шампанское, икра, мидии, сидели такие на табуреточке подруженцы. Ну и до этого я ещё ходила пила кофе по городу, сладости и радости, вкусняшка! Девочки, доброе утро! Ничего не успеваю, но сегодня приготовила вот такую картошечку по-деревенски с курочкой. Картошечка молодая, свежая, просто её нарезала, даже не убирала корочку. Сейчас буду кушать. Привет, девчонки! Хочу показать вам, что я купила в Белозерске. В сувенирном магазине взяла вот такие, ой, как же они называются, типа ступок, что ли, забыла, короче. Вот такая штукенция для приправ, то есть я так поняла, здесь нужно размалывать приправы, но я взяла для других целей. Мне эти две штучки понравились как такие мини-чашечки, вот, поэтому я их буду, наверное, использовать так, прикольные. И взяла солонку, она вот как-то так, сейчас покажу, открывается, вот, вот так открывается. Но я её буду использовать, наверное, как орешницу или конфетницу, что-то такое. Тоже, смотрите, из дерева написано Белозерск, тут кора, да, всё так интересно. Ручная работа, я это очень дело люблю. Всегда поддерживаю отечественного производителя, в каком бы городе ни была. Вот, поэтому красота, милота будет у меня уже, наверное, на новой стеночке. Красоваться, а может, на кухню возьму. Вот, купила я Максимке такой кардиганчик, V-образный вырез, окремлённый, красивый, совушка, всего 599 рублей. Это я ему взяла на осень, то есть осенью он будет в таком вот скакать и сверху жилетка. Короче, под форму нам цвет подходит. И рубашка, рубашка на нём смотрится шикарно. Потом покажу, если будет возможность. Взяла себе краску для бровей, моя-то закончилась. Я уже хожу вечно с белыми бровями, татуаж весь слез, поэтому сейчас пойду красить брови. Ну и Максимке ещё начали уже покупать к школе тоже одежду, обувь, как я вам говорила, и вот очередные ботиночки. Тоже около 1000 рублей, как-то недорого стоят. Вот, ну и сейчас пошла я собираться красить брови, одеваться, мыться. Как слышите, голос у меня довольно такой хриплый. Может, ещё вам что-то поснимаю, но мне сейчас нужно уже собираться, так как я еду на два дня в деревню. Да, я приехала из Белозерска, провела пару встреч и уезжаю в Тотьму. Ну а приеду, возможно, ещё в Москву, но это уже совсем другая история. До встречи! А про деревню видео я вам уже снимала. Можете посмотреть в предыдущем влоге. Мы отдыхали в Тотинском районе, целыми днями не вылезали с пляжа. Также делали шашлыки, веселились с детками, в общем, круто провели время. А приехали, кстати, мы ещё ходили в короке, бар с сестрой и её мужем. Забыла об этом вам снять видео. Ну и у нас была ещё встреча по работе. Тоже было супер классно. И, по-моему, во влоге я вам тоже, опять же, забыла это снять. Так что ловите фоточки. Этим летом мы были просто лягухи-путешественники. Съездили в Велозерскую деревню, в Тотмю в деревню и поехали в Ярославль. Остановились вот в таком хостеле. Да-да-да, первый раз в жизни я ночевала в хостеле. Но ничего, в принципе, душевая кабинка тут. Вот, тут такая общая кухня. Да, смотрите, даже телевизор есть. На кухне заседала наша семья практически одна всегда. Никого, кроме нас, тут и не было. Ночевали мы в таких двух комнатках. У родителей была своя комната. Ну а у нас была я с ребёнком и сестра с мужем. Они тоже были с ребёнком. Вот такие двухъярусные кроватки. Шикарный балкон-веранда, где все ходили курить. Ну а я обрабатывала видео. Ну и просто сидела, наслаждалась природой. На этом буду прощаться и покажу небольшой анонс следующего видео. Мы ездили в зоопарк, гуляли, отдыхали, но ещё катались на теплоходе. Смотрите, как здесь круто. Ну всё, пока-пока, до следующего видео.